Рынки Позиция Условный характер носит в реальной жизни, в реальных торгах. Вряд ли это встретишь. Но в нашей программе два этих подхода соревнуются друг с другом. И на этой неделе команды технических экспертов и фундаментальных экспертов, назовем это, конечно, условно, представляют наши гости. Вячеслав Абрамов, главный инвестиционный консультант финансовой группы БКС. И Артем Деев, ведущий аналитик инвестиционной компании «Эймаркет». Я вас прошу любить и жаловать. Господа, очень рад вас видеть. Несмотря на то, что вчерашние сделки меня, как «инвестора» не могли порадовать убытки. Тем не менее, если посмотреть на ситуацию более общую, то с начала недели вы оба в плюсе, с чем вас поздравляю. Особенно мне нравятся ваши результаты, Вячеслав, потому что заработали вы больше. А вы скромничали-скромничали. На первых двух сделках заработали меньше, чем можно было бы. Зато на третьей сделке, как бы, вот. Знаете, вспомнил слова одной песни, известного исполнителя, наверное, одного из самых популярных в России сейчас, если не самых популярных. Очень быстро начинаешь понимать, чтобы в плюсе быть, надо отнимать. Так вот, Артем, у меня к вам такой вопрос. Знаете ли вы такого человека по фамилии Элдер, а зовут его Александр? Если вы имеете отношение к Форексу, наверное, вы слышали о нем. Ну, наслышан. А в каком контексте? Как-то было у меня на эфире несколько лет назад, может быть, даже лет 7 назад. И мы с ним как раз говорили на разные темы. Вот одна из тем, которые, он говорит именно про трейдинг, что касалось трейдинга и психологии трейдинга. Каждый раз, когда я приступаю к трейдингу, к анализу рынка, я обязательно вспоминаю и отдаю себе отчет в том, что помимо меня на этом рынке сидят еще миллионы ушлых мужиков, которые хотят заработать здесь деньги, чтобы прокормить свои семьи. И я должен отнять эти деньги у этих мужиков. Вот вчера не удалось, потому что количество этих мужиков, оно, наверное, превысило критическую массу. По канадцу удалось, по фунту удалось, а по нефти, ну, все ей торгуют. Сложнее. Вот чем эффективнее рынок, тем, наверное, сложнее на нем работать. Так ли? Я абсолютно согласен с этим. Ну и также я согласен и продолжаю настаивать на том факте, что фундаментальный трейдинг – это трейдинг не одного дня. То есть здесь не нужно строить неизбыточных иллюзий касательно того, что есть конкретная реакция по факту какой-то новости, и эта реакция должна быть железобетонной, оправданной. Все зачастую происходит иначе, поэтому если задастся целью изучить фундаментальный подход к сделке, как, к примеру, я старался раскрыть более такие глубинные тренды, то в отношении нефти прогноз абсолютно не меняется. То есть рынок нефти, те, кто за ним следит, знают, с какой проблемой работает и прекрасно понимают, что даже вчерашняя статистика по запасам, она, может быть, отвлекла трейдеров данными по их снижению. Трейдеры, кто-то, может быть, позабыл, что речь идет о летнем сезоне, когда традиционные запасы снижаются. Но вот на что не обратили внимания, так это на недельные объемы добычи, которые выросли снова на 32 тысячи баррелей в сутки. И получается, за последние три недели у нас прирост уже в 200 тысяч. Это колоссальная сумма, колоссальная цифра. Невольно, а вспоминаешь прогноз одной компании, Райстрит Энерджи, я за ней поглядываю, потому что там аналитики практически всегда попадают в точку. Они ставят на то, что до конца этого года в Штатах будет добываться около 10 миллионов баррелей нефти. Соответственно, этих объемов со стороны одних лишь США будет достаточно, чтобы окончательно поставить крест на любой инициативе ОПЕК, направленной на стабилизацию ситуации. То есть с таким предложением не справиться. Артем, а не пробовали вы по нефти сыграть по-другому? Например, через американские сланцевые компании, например, шортанось Марафон Оил тот же. Нет, так я не пробовал, потому что, на мой взгляд, это несколько витиевато. Гораздо проще сейчас рассмотреть тенденции, которые непосредственно в нефти, в брензе и в бюте. Окей, мы к вам еще вернемся. Теперь к Вячеславу. У меня вопрос. Вячеслав, бог троицы любит, вы, видимо, так решили, когда зашортили акции Московской биржи. Собственно, когда вы продавали Россию матушку в шорт, это касалось и индексов Московской биржи, и Сбербанк, который прокси на рынок. Вроде все шло хорошо. Ну, по идее, почему бы теперь саму биржу не продать? В принципе, логика ваша понятна. Тем более, что шорти и когда рынок слабый, это вполне себя оправдывает. И, в общем, и тактика ваша понятна, потому что играем мы на коротких временных промежутках. Что здесь пошло не так? Ну, на мой взгляд, я не учел фундаментальные факторы того, что были дивидендные гэпы у некоторых эмитентов на Мосбирже. Соответственно, увеличился оборот. Но один из самых крупных, наверное, эмитентов, это был Газпром. По нему были достаточно хорошие торговые обороты. Но, как мы знаем, Мосбиржа зарабатывает на, соответственно, комиссиях и торговых оборотах, которые проходят у них на бирже. Поэтому я этот фактор не учел. Ну, и мы закрылись по стопу. Собственно, вы же представляете команду технических аналитиков, а они могли этого не знать. А какие постулы от технического анализа? Цены движутся в трендах дальше. Цена учитывает все, вот это последние постулы, да? Угу. И еще третий. Не вспомню сейчас. Ну, понятно, но нам подскажет фундаменталист. Третий фактор заключается в том, чтобы не учитывать влияние фундаментальных факторов. Ну, ладно. Вы мне похожи на одного политика, в общем. Умейте изворачиваться. Хорошо. Давайте так, давайте так. Вячеслав, ваша следующая сделка. Рискну предположить, что будет отличаться от предыдущих трех. То есть, здесь принцип чередования пошел. Да, сегодня мы не будем шортить. Мы сегодня будем покупать. Рекомендации сегодня по покупке Ауроса. Сделка была осуществлена от уровня 89.27. Сейчас котировки чуть проседали. Там где-то 89.20. Даже было 89.05. Здесь идея проста. То есть, здесь просто технический отскок. Небольшая коррекция после сильного падения. Вчера мы наблюдали распродажи акций Ауроса. Дивидендный гэп, так называемый. Сегодня я ожидаю коррекцию небольшой вверх до уровня. Take profit мы можем выставить на уровень 91.12. Ну, и посмотреть при пробое уровня 92. Два, возможно, будет тест локально нисходящего канала и его верхней границы, которая проходит на уровне 94. Тренд нисходящий, но тест верхней границы и закрытие дивидендного гэпа можно, в принципе, рассмотреть такую историю на короткий промежуток. Ну, опять-таки, мы возвращаемся к тому самому важному вопросу на рынке, который существует. Прежде всего, это определить основное направление движения. Или, как говорил известный трейдер начала века, Джесси Ливермор, линию на меньшего сопротивления, по которой движется рынок, к лью, так сказать. Если бы это к лью встало, то, скорее всего, мат ожидания и попутный ветер тебе в спину. Так вот, что касается ситуации с Алросой. Как здесь определить, какой тренд? Потому что только что нам показали несколько графиков, например, график за последние три месяца, да, и здесь четкий диапазон прорисовывается. Когда показали график за последние 30 дней, за месяц, мы увидели, что тренд восходящий. Если же брать тренд, скажем, трех дней, ясное дело, что тренд нисходящий. Здесь всегда сложности, но я так полагаю, что вы, поскольку вы играете на отскоке, вы пытаетесь поймать развороты, поймать дно. Вот в случае дивидендного гэпа, наверное, это оправдано, исходя из той статистики, как ведут себя акции после отсечки. С другой стороны, есть такая стратегия bottom fishing, да, придонная ловля, или вы, наверное, лучше знаете, как это называется, поскольку вы ее сейчас исповедуете. Но есть еще и другая стратегия, то есть, как-то с другой стороны, посмотреть, ловить падающий нож. Вот что это все-таки, придонная ловля или все-таки падающий нож? В случае с Соросой, это больше на нож похуже. Локально, если смотреть на 4-часовой и дневной график, то, соответственно, мы видим локально нисходящий канал, но мы сейчас у верхней границы. Мы даже выходили вверх, в верхней границе нисходящего канала, как раз откуда прошло падение. Сейчас я ожидаю, в принципе, с точки зрения технического анализа, возможный тест верхней границы. В случае отбоя мы уже пойдем тогда дальше корректироваться вниз. Но фундаментальный фактор здесь я сегодня учел, на мой взгляд. Несмотря на статистику о том, что продажи алмазов во втором квартале не очень хорошие, я все-таки ожидаю, что компания оправдается, потому что она из лидеров рынка, как ни крути, и по добыче алмазов, ну и драгоценных металлов. Поэтому, на мой взгляд, перспектива у компании есть. Хорошо. Вы помните, ну ладно, мы не будем фундаментал сейчас вязать, вы же все-таки техник, поэтому вы везете лучше в технику. Итак, когда речь идет о развороте, какие индикаторы вы используете? Используете ли вы RSI, пользуетесь ли вы MACD, как угодно так назовите, да? Да, я понял, да, я, конечно, использую. И сегодня при определении, собственно, сделки я видел перекупленность на, точнее, перепроданность на объемах по MACD, ну или MACD, как ему удобнее. И также стокастик RSI, он тоже разворачивается вверх. То есть, есть вероятность сильного отскока. Мой любимый индикатор в свое время, лет, там, 15 назад я тестировал на разных инструментах, был, я имею в виду осциллятор, да, мы про осцилляторы говорим, сейчас медленный стокастик. Вот мне он нравился на четырехчасовиках, там, по разным инструментам. Но я замечал вот такую вещь. Когда оперируете все-таки осциллятором, самая большая проблема – это определить точку входа. Потому что осциллятор вам показывает намерение рынка развернуться, но точной точки входа он вам не показывает. А потом уже задним числом проводят тестирование, например, своих сделок, замечаешь, что индикатор-то совсем другое показывал. Такое не бывает? Да, конечно, безусловно, это рынок такой бывает, ломают, бывает и дивергенции. То есть, да, мы вроде видим, что начинается дивергенция либо бычья, либо медвежья отрабатываться, потом в один прекрасный момент все меняется. То есть здесь лучше всего использовать несколько индикаторов для определения точки входа в сделку. Ну, точку входа мы определяем от уровней, а уже по индикаторам ориентируемся, куда будет направление. То есть в данном случае… Спасибо, то есть комплексный такой подход, не совсем простой. Не совсем простой. И здесь, чтобы построить торгового робота, то, в общем, нужно некоторые допущения и дополнительные условия задать программисту. Спасибо. Итак, Артем, к вам вопрос. Что в этот раз рискнул предположить, что связано это с ждуном этой недели? А ждали все драги, да? Все верно. Сделка сегодняшнего дня предполагает продажу европейской валюты против доллара. И, безусловно, приорочено оно к очень важному событию. Это заседание Европейского центрального банка, итоги которого повлияют, безусловно, на весь спектр финансовых активов. То есть те, кто следит за властями, знают то, что сегодня на рынке будет очень интересно, жарко и не только для тех трейдеров, которые специализируются на валютных активах. Речь идет и о фондовиках, и о тех, кто предпочитает торговать производными финансовыми инструментами. В 14.45 уже буквально совсем скоро по московскому времени ЕЦБ пересмотреть процентные ставки. Спустя 45 минут после этого состоится пресс-конференция руководителя ЕЦБ Марио Дераль. Безусловно, рынок в целом, скажем так, не ожидает, что какие-либо параметры на текущем этапе будут изменены. Однако на пресс-конференцию делается очень большая ставка, потому что уже в течение полутора месяцев вокруг ЕЦБ не утихают слухи по поводу того, готов ли он присоединиться к ФРСу, готов ли он присоединиться к Банку Канаде и тоже начать разгонять процентные ставки, постепенно озвучить выход из действующей программы количественного смягчения. Поэтому оптимисты, которых также очень много, сегодня ставят на то, что именно такая риторика, слом мягкого подтекста на жесткий произойдет. Но я все-таки, как сторонник альтернативных сценариев, предпочитаю сейчас руководствоваться несколько другим подходом. Я думаю, что Драги сегодня не на толику, не изменит риторики, который прибегал в последние месяцы, что в квартал назад, что в начале 2017 года, о том, что экономическая программа стимулирования по-прежнему жизненно необходима, критически важна для еврозоны. И ни о каком сворачивании QE речи пока быть не может. Кстати, вчера косвенно на это намекнул один из представителей ЦБ Велерой, который отметил, что без этой программы еврозона не справится. Соответственно, если сегодня Драги все-таки будет транслировать мягкую риторику, европейская валюта рискует потерять не меньше 2% из текущих котировок, которые выше отметки 1.15, может даже провалиться ниже уровня 1.13. Как говорил один мой знакомый, моряк, мне нравится, ребята, логический ход ваших мыслей. И вот здесь с вами я согласен, логика вполне верна. Единственное, что хотелось бы у вас уточнить, вам знакомо такое явление на рынке, краткосрочное, как холосты? Я не имею в виду эту известную секту холостов. Я имею в виду холосты на рынке, некоторые называют это еще примежницей японских свечей, которые считают, что свечи просто не говорят, а кричат нам о поведении рынка рельсовой войной. То есть вот как рельсы, как шпалы. То есть вот холостообразное движение туда-сюда, туда-сюда. Вот здесь может оставить без денег и одних, и других. Опасность есть, и на Драге часто такое бывает, потому что он любит, так же, как и его предшественник, господин Трише, всех вводить в заблуждение, как кошки-мышки играть. В этом есть определенный риск, тем не менее, желаю вам удачи, не встретить ни рельсы, ни холостов на своем пути. Ну а вам, Вячеслав, желаю небо в алмазах, в штанах миллион, как поется в одной песне. Итак, Вячеслав Абрамов, главный инвест-консультант финансовой группы БКС, и Артем Деев, ведущий аналитик инвестиционной компании «Имаркетс», так же, как и на этой неделе, всю неделю принимает участие в нашей программе «Рынки оппозиции», пытаясь обыграть миллионы ушлых мужиков на этом рынке, отобрать у них деньги, и им пока это удается. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok